всем привет здравствуйте сегодня мы софийкой будем готовить вяленые помидоры это очень вкусный деликатес магазинах супермаркетах очень дорого стоит а зачем нам тратить большие деньги когда можно сделать самим нам понадобятся помидоры сливовидной формы у меня есть лампочки еще помидоры для вяленей берем плотные спелые но не мягкие желательно 1 размера начинаем резать помидоры вдоль у меня помощница сегодня она своего помощника принесла на кухню кролика режем вот на такие половинки семена и плодоножку я не убираю вот столько помидоров мы нарезали это еще не все сложили в миску и немножко присаливаем присаливаем и оставляем на несколько минут сейчас помешаем чтобы выделилась лишняя влага оставляем на несколько минут прошло 15 минут образовалась жидкость сейчас я ее солью и будем раскладывать на лист вот столько сока образовалась от помидоров мы софийки разложили помидоры на противень на тефлоновый лист и на пергаментную бумагу помидоры солим и ставим разогретую духовку до 70 градусов на несколько часов прикрываю у меня специально здесь приспособление для этого чтобы открытой духовку держать вот помидоры у меня вялятся уже пять часов периодически я листы переворачиваю ставлю на разные полки разворачиваю стороной задней переду и наоборот постоянно следим за газом чтобы не сгорели смотрю вот эти помидорки уже готовы я их сейчас уберу нам не надо чтобы они полностью засохли вот они то что надо готовые помидоры я убрала освободилась вместо немножко можно помидоры перевернуть ждем дальше пусть вярится такие помидоры в магазинах супермаркетах стоит очень дорого и всегда они импортного производства никогда я не видел российского производства помидоров вяленые вот и завялились помидоры вялились помидоры в течение 8 часов на низкой температуре у меня термометр не показывает но я всегда следила чтобы совсем убавленный газ был вот так выглядят помидоры они подсохли достаточно вялились неравномерно потому что толщина помидоров была разная поэтому часть помидоров у меня еще сейчас вялиться что делаем дальше вот такой набор специй у меня это чеснок кориандр молотый перец черный базилик и прованские травы не будем каждую травку отдельно а все смешивая все перемешиваем решила положить еще лавровый лист баночки берем стерильную банку я стерилизовала микроволновки две минуты с водичкой посыпаем специи кладем чесночок складываем помидорки каждый слой просыпаем специями утрамбовываем слегка и все это заливаем оливковым маслом чтобы все пространство заполнилось периодически встряхивать надо вяленые помидоры можно залить смесью масла оливкового и подсолнечного или просто подсолнечным так как оливковое масло дорогое заливаем пока масло не закроет всю поверхность помидоров дня через два надо будет открыть и посмотреть если масло впиталось помидоры надо будет добавить еще такие помидоры стоят холодильнике очень хорошо на холодном стекленом балконе шкафу у меня стояли очень хорошо все сохранилось и закрываем вот баночка прекрасных помидоров вот такая красота и вкуснота у нас получается другую баночку я решила залить масло наполовину оливковое наполовину растительное подсолнечное вот оно такое получилось подогрею и буду заливать баночку горячим маслом а пока накладываем помидоры в таком же порядке лавровый лист низ положим этим ароматным маслом можно заправлять салаты масло подогрелось оно не кипяток но горячее градусов 85 заливаем помидоры такое масло питает себя весь аромат и поможет травам раскрыться помидоры все покрылись маслом слегка встряхиваем закрываем крышкой вот такие помидоры холодного залива и горячего залива попробуем я горячей заливкой первый раз делаю поэтому сказать ничего не могу но думаю не хуже чем холодная заливка вот эти томаты у меня прошлогодние хранились в холодильнике вот так выглядит масло очень ароматное чесночком травками пахнет очень вкусные помидоры а сделаем к бутерброды с помидорами можно слегка полить оливковым маслом эти помидоры у меня залиты подсолнечным маслом поэтому оливковое не помешает масло аппетитные бутербродики можно делать с вялеными томатами можно добавлять салаты кушать с сыром я люблю плов с такими томатами есть и различные блюда с вялеными томатами можно сделать хочется уже быстрее кушать бутерброд такой вкусный и аппетитный видела видео на уют на ю тубе что некоторые вялят при температуре 120 и даже 180 градусов я не представляю как это сделать у меня все сгорит за этого у меня вялялась при низкой температуре очень долго и при открытой духовке зато явились как положено всем приятного аппетита всего доброго до встречи